Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 307 упражнение. Прочитаем задание. Прочитайте и озаглавьте текст. Подготовьтесь записать его под диктовку. Прочитаем. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна. На открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха. Многие из них, хотя еще не покраснели, но были уже мягкие и вкусны. Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного оврага, на дни которого, тихо журча бежал маленький родничок, неслось воркование диких голубей или горлинок. Слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги. Звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же миловидная, желтенькая птичка. Давайте озаглавим текст. На сенокосе. Готовясь записать его под диктовку, особое внимание обратите на постановку знаков припинания в сложных предложениях, а также между однородными членами предложения. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.